МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа в центре событий в студии Наталья Бабушкина в этом выпуске. Леса закрыли под замок. В Сургутском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Итоги подвели в столицу округа, обсудили аттестационную кампанию школьников. И книгу в дорогу. Центральная городская библиотека провела необычную акцию. В Сургутском районе введен особый противопожарный режим. Сейчас на территории муниципального образования регистрируют более 30 возгораний сухой травы. К счастью, без серьезных последствий. В то же время в округе ситуация не такая оптимистичная. Леса горят на площади свыше тысячи гектаров. В тушении огня задействованы более 600 человек и десятки единиц техники. Особый режим ЧС подразумевает не только запрет на разведение костров, но и нахождение людей в лесах. Наказывать за нарушение правил пожарной безопасности с этого времени будут административным штрафом в двойном размере. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, учет вложение административного штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей. У наносных лиц 50 тысяч, на юр лиц под 500 до 1 миллиона рублей. За неделю в сургутских водоемах утонули 5 человек. Большинство из них грубо нарушали технику безопасности и купались в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы предотвратить подобные случаи, специалисты ГО и ЧС совместно с полицейскими проводят рейды. Ежедневно патрулируют берег реки Опи, а также в выходные и особо жаркие дни спасатели дежурят у Черной речки, Гресс-2 и Носайме. Особо злостных нарушителей правил поведения на воде штрафуют на сумму до 5 тысяч рублей. Но чаще жители обходятся устным предупреждением. Не нырять ни в знакомом месте, ни с головой, ни баловаться в воде. Потому что, повторяю еще раз, кроме физических травм, чисто дно, там посторонние строительные предметы, достаточно большой процент спазм сосудов, которые приходят в основном сердце и так далее. Катерия сознания, там достаточно люди захлебуются. В окружной столице подвели итоги аттестационной кампании школьников. Руководитель департамента образования ЮГРЭ озвучила результаты ЕГЭ. По словам Любови Ковешниковой, в этом году выпускники лучше справились с экзаменами в сравнении с прошлым. Рассказала она и о тех испорченных бланках, которые для некоторых абитуриентов стали настоящей головной болью. Дмитрий сейчас находится в Санкт-Петербурге. Молодой человек подал документы в политехнический вуз. Новость о том, что бланки ЕГЭ бракованы, прозвучала для выпускника как гром среди ясного неба. Сами мы, как ученики, реагировали нормально, потому что мы уже не знали, к чему нам должно быть образцово. А потом уже, когда узнали, тогда пошла паника, потому что узнали пол. Хотя, в принципе, вузы, насколько я знаю, не требуют свидетельств. Но некоторые принципиально их требуют. Например, политех требуют. Нам не рассказывали, они сказали к срокам сдачи документов, оригиналов, привести уже готовые нормальные свидетельства, аттестаты и все такое. Тем временем, чиновники от образования ЮГРЫ уверяют, требовать бланки с результатами единого госэкзамена нет никакого смысла. Закон четко прописывает перечень документов, которые абитуриент должен предоставить в ВУЗ. При поступлении абитуриент обязательно должен предоставить ксерокопию или оригинал паспорта показательно, и также копию или оригинал документа в образовании, то есть диплом. Четыре фотографии, больше ни о каких обязательных документах мы не говорим. Тем не менее, некоторым югорским выпускникам все же пришлось понервничать. Впрочем, как заявляет руководитель регионального центра обработки информации, чей специалист и испортил бланки, ситуация разрешилась благополучно. У нас за тот период, когда бланки у нас менялись, всего три ВУЗа позвонили в региональный центр обработки информации с просьбой о том, подтвердить данные, которые участника заполнены в свидетельствах, потому что на тот момент, когда участники сдавали, это было примерно число, я могу даже их назвать, это конец июня, 28-29 и первое число июля. Что происходило? Федеральная база свидетельств как раз в этот момент либо отключались, либо что-то там происходило. В целом же, как отметила Любовь Ковешникова, аттестационная кампания прошла вполне успешно. Почти в два раза сократилось число школьников, которые не сдали обязательные предметы, а количество круглых отличников увеличилось. В этом году по данным, которые мы получили из федерального центра тестирования, то есть официальные данные из базы, в регионе насчитывается 104 стобальных результата. Основной прирост такого количества стобальных результатов нам дали такие общеобразовательные предметы, как русский язык, и там мы имеем 27 результатов 100 баллов. Общество знания популярное, 18 стобальных результатов и химия. Больше всего стобальников в Нижневартовске, 21 человек. На втором месте Нефтьюганск. Там максимальный результат показали 16 выпускников. Сургут замыкает тройку лидеров. 100 баллов набрали 14 школьников. Анна Марченко, Сургут Интерновости. Программа по субсидированию малого и среднего бизнеса в Сургуте выполнена почти на 50%. Напомню, в бюджете города на эти цели в этом году заложено 13 миллионов рублей. Но, как отмечают в администрации, такой финансовой поддержкой по отдельным направлениям предприниматели не спешат воспользоваться. В частности, субсидиями на подключение к электрическим сетям, сертификации пищевой продукции и возмещением затрат по энергоснабжению и энергоэффективности. В случае, если эти статьи затрат бюджета останутся невостребованными, заложенные на них деньги перераспределят. Я бы очень хотела, чтобы предприниматели, те, у которых есть фактически понесенные эти затраты, они пришли хотя бы узнали условия возмещения затрат, потому что у нас возмещение затрат до 300 тысяч рублей по этим направлениям 80%. В Сургуте состоялось общественное обсуждение проекта государственной программы по обеспечению экологической безопасности округа на ближайшие 7 лет. В разговоре приняли участие не только представители профильных департаментов города и округа, но и депутаты местной думы. Программа предполагает контроль за качеством окружающей среды, развитие водохозяйственного комплекса, рекультивацию земель. Отдельным пунктом стоит вопрос развития системы обращения с отходами. Сегодня только 36% полигонов ТБО соответствуют всем нормам и правилам. Чтобы как-то исправить ситуацию, чиновники планируют привлечь предпринимателей. По договору концессии, сам частный предприниматель должен за свои средства построить полигон, поставить установку и работать на ней длительные, на несколько десятков лет. И, естественно, там будут некие преференции, но это от преференции будет уже оговариваться, чтобы они были взаимодействованы в округу и частному капиталу. Какой сам такой город. Совместная акция городской администрации и коммунальщиков подходит к концу. Уже в ночь субботы на воскресенье мусорный бойкот прекратится и на улице выведут уборочную технику. Работать она будет в штатном режиме в две смены. И, по словам представителей администрации, сильно перегружено не будет. Ведь за пять дней проведения акции сургутяне намусорили не так уж и много. Чиновники утверждают, что предпринятые ими меры подействовали. Определенные выводы сделали и горожане. В связи с таким широким общественным резонансом у представителей власти уже наметились некоторые планы. Изначально у нас не было и нет пока четкого плана, как мы будем двигать этот проект. Мы его будем собирать из тех предложений, которые поступают от всех неравнодушных людей. И уже таких предложений очень много. Два года инноваций в области энергетики. Своеобразный юбилей работы парогазовых установок отметили на Сургутской ГРЭС-2. Энергетики признают, что эта система намного экологичнее и экономичнее привычных технологий. Дмитрий Подлесной продолжит тему. Строительство парогазовых установок на Сургутской ГРЭС-2 было задумано еще в 2005 году. Реализация проекта пришлась на ту пору, когда энергетики встали под крыло международной компании «ЕОН». Ровно два года назад ПГУ были введены в эксплуатацию. Эти установки в два раза меньше пара силовых, но у них есть свои козыри. Легко просто посчитать. Для выработки 800 мегаватт электроэнергии на блоках ПСУ необходимо сжечь 220 тысяч кубометров газа. Для выработки тех же 800 мегаватт на двух блоках ПГУ достаточно 140 тысяч кубометров газа. Повышенный практически на треть КПД не единственный плюс. Также эти установки намного экологичнее. Производство американское, поэтому на обслуживание системы были отобраны лучшие кадры ГРЭС-2. Мы отбирали самых молодых, и самых перспективных, и самых образованных. Я думаю, что сейчас коллектив азотурбинного цеха и по среднему возрасту, и по образованию, и в таком интеллектуальном уровне, один из самых высоких. В планах у руководства ГРЭС-2 новых строек нет. Говорят, что сейчас генерируемой энергии хватает сполна. Дмитрий Подлесной, Сергей Колотов, Сургут Интерновости. Лучшее в своем деле. В компании «Сургутнефтегаз» прошел конкурс профессионального мастерства среди операторов по добыче нефти и газа. Участники показывали свои знания не только в теории, но и на практике. Кто стал победителем, знает Дмитрий Теряев. Практическую часть конкурса проводят на западно-сургутском месторождении. От участников требуется провести осмотр оборудования и технологических блоков кустовой площадки. Выявить нарушения и несоответствие правилам промышленной безопасности и охраны труда. Времени дается совсем немного. В первую очередь оценивается не скорость, а компетенция. Компетенция и полнота замечаний. То есть будет дано задание, но в общем-то в рамках 20 минут. Молодой работник одного из нефтегазодобывающих управлений Олег Лагвинович еще учится в институте, но уже в финале конкурса. Говорит, что долго и упорно готовился к испытанию. Времени мало, а так ничего сложного, каждый день с этим сталкиваемся. Чтобы себя проверить и показать, для будущего пригодится после окончания института. В современной истории Сургутнефтегаза конкурс проводится уже более 15 лет. Сегодня в нем участвуют по два представителя от каждого из семи нефтегазодобывающих управлений, входящих в состав компании. Помимо практики, конкурсанты должны на зубок знать всю теорию. Направлено оно на повышение квалификации рабочих, на поднятие уровня их знаний и на обмен опытом между друг с другом. В этом году первое место в личном зачете занял представитель НГДУ Сургутнефть Александр Белко. Молодой специалист работает по профессии всего три года и уже такой высокий результат. Ну это словами, наверное, сейчас не объясни, сейчас только одни эмоции, какая-то даже гордость за себя, за НГДУ. Ну, приятные ощущения. Лучший результат среди бригад добычи нефти и газа в этот раз показали сотрудники НГДУ «Ленторнефть». Серебро и бронзу разделили между собой работники нефтегазодобывающих управлений Сургутнефть и Быстринскнефть. Воспитание профессионального коллектива – одна из главных задач ООО «Сургутнефтегаз» для успешного решения производственных задач. Смотр-конкурс профмастерства – это своеобразный показатель стабильности и роста компании. Дмитрий Теряев, Вячеслав Шаркунов, Сургутинтерновость. Сургутяне с ограниченными возможностями здоровья обеспечены колясками на 80%. Выдачу средств реабилитации осуществляет региональное отделение Фонда социального страхования. Насколько успешно, расскажем далее. 38 инвалидных колясок выдали на этой неделе. Еще 45 в ближайшее время. Стоимость каждой из них – более 12 тысяч рублей. Такое безвозмездное оснащение техническими средствами в Сургуте идет по плану. Помимо кресла-колясок для инвалидов Фонда социального страхования, осуществляется обеспечение инвалидов тростями, костылями, ходунками, противоположними матрасами, подушками, сложными такими техническими средствами, как говорящая книга. То есть это сложное техническое средство для слабовидящих граждан. Госконтракт на инвалидные коляски заключен со специализированной фирмой. По мнению специалистов, производитель добросовестный. Претензий к качеству нет и у новых обладателей колясок. Мне очень понравилась коляска. Мне удобно сидеть, если хорошо чувствую, комфортно. Водить тоже неудобно. Если спина устает, я могу на руки, ну, перед, и тоже спина отдыхает. Всего на Югру в этом году выделят более 700 колясок. 170 из них получат сургутяне с ограниченными возможностями здоровья. Более половины кресел уже выданы. До конца года планируют бесплатно обеспечить техническими средствами реабилитации всех, кто на эту помощь претендует. Кто имеет право на получение технических средств реабилитации за счет Фонда социального страхования Российской Федерации? Это граждане льготной категории, которые включены в федеральный регистр льготников и которые имеют на руках индивидуальную программу реабилитации. Для того, чтобы получить данное обеспечение, нуждающемуся необходимо обратиться в Фонд социального страхования. В Сургуте филиал находится по адресу проспект Ленина, 43. Марина Буторина, Екатерина Любешева, Андрей Глушенко, Сургут Интерновости. Чтобы предотвратить заболевание, медики настоятельно рекомендуют проходить вакцинацию. Проводятся меры по снижению, в частности, по гепатиту В. Значительно заболеваемость снижается среди лиц молодого возраста в связи с вакцинацией. Но, скажем, заболеваемость переместилась в более старшую взрослую группу, те, которые не вакцинированы. Подарки самой читающей нации. Сотрудники Центральной городской библиотеки Вини Пушкина впервые провели акцию «Книга в дорогу». Место выбрали соответствующий железнодорожный вокзал. Несколько раз от прохожих звучал вопрос «Почем?». Люди не привыкли к тому, что им что-то дарят. Тем не менее, русская и зарубежная классика, детективы, романы и произведения современников доставались читателям абсолютно бесплатно. Те книги, которые поступают к нам в дар от горожан, от жителей нашего города, но которые уже есть в нашем фонде, мы посчитали нужным и интересным, может быть, подарить тем, кто отправляется в путь, кто проезжает мимо, чтобы еще раз сказать о том, что есть такие места в городе, как библиотека наша, где можно взять книгу, где можно взять книгу для того, чтобы провести время в пути с пользой, с интересом, что-то узнать для себя новое. Планировалось, что подарки в библиотекаре будут раздавать пассажирам поездов с утра до трех часов дня. Однако книжки буквально расхватали, как горячие пирожки, всего за пару часов. Теперь подобные акции планируют проводить постоянно, например, раз в неделю. Причем не только на железнодорожном, но и на автовокзале, и в аэропорту. Акция замечательная, это почаще вот такие книги я выбрал для дочери. У нее, пока я был на вахте, день рождения был, так что в качестве подарка. Вот выбрал три книжки, романы для жены. Про сургутские, вот все, библиотеки, и про любви, и про здоровье. Все мы читаем, мы все любим. Детям я реставратор, храмы делаю, поэтому взял детишкам наши. У нас церковно-приходская школа есть при храме, ну при епархии. Пусть порадуются детишкам, скажут привет с города Северного Сургута. Идея книга дарения не нова. Понятие буккроссинг, оставление книги в общественном месте, чтобы ее прочитали другие, а затем сделали то же самое, известно с 2001 года. Движение очень развито в Европе. В Сургуте же появляются свои идеи книговорота в природе. Посетители парка Засаймой в своем любимом месте отдыха неожиданно обнаружили открытие новой библиотеки. Принцип ее работы прост. А книгу, которую вы прочитали дома, оставляете здесь, другую книгу забираете. Если горожанам такая инициатива придется по вкусу, то такие скворечники для книг появятся в любом уголке нашего города. Екатерина Любешева, Сергей Колотов, Сургут Интерновости. На этом у нас все. Спасибо за внимание. Счастливых выходных. От 20 до 50 процентов. Люстры, бра, ученические и декоративные лампы. Точечный свет, торшеры, энергосберегающие и светодиодные лампочки. Магазин «Беркут». Улица Меликарамова, 47-1. Телефон 25-32-87. Только до 10 августа. Полная распродажа в сети салонов «Китрой». Скидки от 50 до 70 процентов. Огромный выбор изделий из серебра. Часы, ручки, посуда, брелоки, мужские кольца, запонки, зажимы. Изделий с драгоценными камнями. Большой выбор изделий из золота. Якутские бриллианты, кольца, серьги, цепи. Магазин «Адам». Улица 50 лет, ВЛКСМ, 3-2. Телефон 21-00-11. Открылся новый свадебный салон «Кружева». Продажи свадебные, вечерние, выпускные платья от российских и зарубежных производителей. Свадебная обувь, аксессуары. Постоянное обновление ассортимента. В честь открытия при покупке платья подарочный сертификат на услуги салонов красоты в подарок. Салон «Кружева». Бульвар «Свобода-4». Напротив Дворца Торжеств. Ежедневно с 10 до 20 часов. Огромный выбор ювелирных изделий по демократичным ценам. Кольца, серьги, цепи, браслеты современного дизайна. Обручальные кольца из белого, желтого, красного золота с бриллиантами и фианитами. Еженедельное обновление ассортимента. Широкий выбор золотых и серебряных часов завода «Ника». При покупке часов жемчужное ожерелье в подарок. Магазин «Российское золото». Подрастаешь понемножку, заходи к нам в капитошку. Здесь играют и поют, дружно, весело живут. И ребенок каждый знает, здесь в обиду не дадут. Хотите вспомнить вкус настоящей тушенки? Без консервантов, сои и прочих добавок. Как раньше, только мясо. Монгольская тушенка – только мясо. Натуральный продукт. Я в погоде на 27 июля. В студии Алла Шипулина. Здравствуйте. Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Жалюзи». Компания «Жалюзи». 18 лет на рынке услуг. Жалюзи всех типов. Шлагбаумы, защитный роль вставни, ворота. Компания «Жалюзи». Улица Гагарина, 8. Телефон 245-00. Улица Мермонтова, 11-5. Офис 203. Телефон 36-14-47. Новая модель рулонных «Жалюзи» «Зебра». Ознакомиться с образцами и получить консультации специалистов можно по адресу улица Гагарина, 8. Телефон 245-00. В субботу на большей части Западной Сибири по-прежнему будет малооблачно и тепло. Ночью в Сургуте и окрестностях малооблачно, без осадков. Ветер восточный 1,6 м в секунду. Симператора воздуха плюс 12-15 градусов. Утром малооблачно, без осадков. На столбиках термометров 14-17 градусов, выше нуля. Днем небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 м в секунду. Симператора воздуха 28-31 градус тепла. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба. До конца июля обувь из летней коллекции за полцены. Фабрика Комфорта оснастила свое производство по изготовлению мебели в Сургуте в самым современном оборудовании. Низкие цены и сроки исполнения делают нашу мебель максимально доступной для каждого при неизменном высоком качестве. Красивые и удобные кухонные гарнитуры, шкафы-купе, различные корпусные мебели, в выставочных залах торговых центров «Вега», «Магаз» и в ваших домах. Открылся новый салон «Фабрика Комфорта» в торговом центре «Вега». Проспект Ленина, 71, второй этаж. Телефон 950-850. Я желаю вам хорошо провести выходные. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok